Добрый день, друзья! Сегодня у нас 16 апреля, с вами по-прежнему Роман. А кому же здесь еще быть-то? Я же один здесь на этом канале. Все для вас что-то рассказываю. Простите, захожу в какие-то проекты, рассказываю про проекты. Ну вот, сегодня мы поговорим про Gardeners Club снова, да? Мне просто в прошлом видео написали, типа, эй, Рома, почему мы уже не можем заклеймить, заминтить мешочки? Типа, так, ребята, кончилось время. Вот, ну давайте открываем здесь дорожную карту, и ребята пишут, что сначала они раздавали деревья, да? Ну как раздавали? Продавали, да, в виде NFT. Потом у нас была бесплатная раздача семян, вот она буквально вчера закончилась. И начался этап пресейла монеты GRSH, да? Это, собственно, вот этот Gardeners Club. Вот, потом нас ждет какие-то коллаборации, потом бета-тесты самих, ну, самого бота, где мы будем выращивать деревья, да? И, а потом будут какие-то голосования, там, типа, наверное, по улучшению проектов. Ну, не суть. Вот, давайте сейчас перейдем на пресейл, да, посмотрим пресейл. Так, ап. Собственно, вот пресейл Gardeners Club, да? Вот, пресейл будет длиться еще 3 дня 11 часов. Вот, и мы можем сюда заклеймить монетки тона, да, заклеймить, я то слово называю, там, подскажите, да? Или засвопать, как мне чувак вчера написал, типа, свопы, это когда ты вкладываешь. Ну, вот, наверное, это свап пресейл. Вот, я сам сюда закинул вообще копеечку, да, я закинул 3 тона всего, да. Не то, чтобы я жадный или я не верю в проект, просто я захотел закинуть эту сумму, то есть, как, помните, может, ну, может, вы очень молодые, но я помню вторую МММ. Первую, к сожалению, не помню, или к счастью. Ну, в общем, у меня кореш в 2009 или 2011, ой, или 10-й год был, не помню. В общем, вкидывался во вторую МММ, и он мне говорит, типа, Рома, сколько мне вкинуть? Типа, вот, а я такой подумал, я говорю, вкидывай, сколько не жалко. Говорю, вкидывай столько, сколько тебе будет не жалко проебать. Вот, потом я узнал, что это очень хорошая, как бы, что это, в принципе, основная стратегия, да, когда вы вкладываете в, как это называется, в рисковые активы, а вообще вся криптоиндустрия является рискованным активом, да, активом с высокими рисками. Поэтому, собственно, я вкинул 3 тона, за это я получил какое-то количество, вот, пишут то, что 1 GSH будет равен каким-то, ну, ладно. Короче, поживем и видим, сколько мне дадут, да. Вот, ссылочку на, это на пресейл я оставлю в описании. Вот, и давайте перейдем, так, наверное, давайте к семянкам сходим. Так, закроем, прям, откроем. Вот, я никого не призываю, как бы, покупать семянки, да, эти, вот, но сам я их накупил, как пиздец, да. Вот, у меня в данном, вот, тут прям их бам-бам-бам, и я их все купил, ребята, то есть, я заметил всего 2 штуки, да, как это, как... Вот, кстати, заменченная. Это тоже заменченная. Нет, эту я уже купил. Вот, покупал я ее, как, собственно, как начался премаркет этот, да, ну, продажи. Я купил по разным ценам, и по 1,6 покупал, и по 0,5 покупал, то есть, ну, старался усреднить цену, собственно, ну, как вы понимаете, если в крипте, как бы, немножко шарите, то есть, надо всегда усреднять цену. То есть, например, если вы купили дорого, да, то, а цена укаталась, там, не знаю, еще вниз на x2, то надо обязательно купить, чтобы усреднить вашу цену покупки. Вот. Вот, собственно, я накупил их, у меня 21 штука. Вот, давайте откроем сам проектик. В общем, в чем тут приколдесик? Вчера в своем телеграм-канале ребята написали то, что вот эти семена, которые сейчас раздаются, да, вот, видите, 21 мешочек. Вот. Ребята написали то, что вот эти семена, которые сейчас раздаются, да, они будут наиболее, типа, наиболее крутыми, потому что в них уже будет прописано, всякие вот эти антипаразитные свойства, то, что деревья, которые вот здесь будут выращиваться с этих семян, они не будут подвержены болезням и прочей хуете. То есть, как бы, ребята вот настолько продумали проект, то, что у них будут болезни деревьев здесь, да, как бы, а деревья впоследствии будут давать эти семена. И причем деревья, выращенные из этих семян, будут давать больше семян, чем все последующие деревья, да, выращенные уже, там, типа, второе, третье, четвертое поколение будут давать, скорее всего, все меньше и меньше семян. Это, в принципе, логично, да, это поможет, в принципе, системе, да, то есть, как бы, будут создавать некий дефицит семян, да. Вот такие дела, короче, очень интересно, мне, в принципе, ну, интересен этот проект, посмотрим, что будет дальше, то есть, тут буквально сколько у нас все, я не знаю, когда они запустятся, я надеюсь, то, что в этом месяце, да. Вот, а пока что можно немножко поторговать. Вот, давайте, наверное, я еще один куплю, да, то вот сейчас цена 1.4, в принципе, уже дороговато. Вот, ребята, NFT куплено, да, давайте посмотрим NFT мое, так, тонов становится все меньше и меньше. Вот тут, кстати, GetGames обновил немножечко интерфейс, вот, и он немножко, как бы, проебывается. У меня тут написано, что 87, а фактически у меня 7.23, то есть, ну, вы поняли, да, как бы он немножко не поспевает. Вот сейчас у меня уже 22 мешочка, вот я не, как сказать, я не пропагандирую покупать эти мешочки, хотя, если вы хотите залететь в проект, то вам уже необходимо их покупать, потому что других способов получить семена уже не будет. Все, то есть, как бы, момент упущен. Кто успел, тот молодец. Вот, обязательно, ребят, напишите, кто успел заменить себе мешочки, да, семянок, вот, а мы переходим к следующему проекту. Вот, еще один проект, я про него уже рассказывал ранее, Near Wallet, да, и здесь надо майнить монету ход. Как вы поняли, да, то, что эта монета находится на блокчейне Near Protocol, да, довольно надежный блокчейн с хорошей проводимостью. Как бы, все в нем хорошо, и вот ребята запустили такую игрушку, причем они ее запустили буквально через неделю после того, как появился NoteCoin. То есть, я уже очень давно майню этот проект, я в него верю, как бы, и времени на это уходит прям, ну, примерно нисколько. То есть, вот я раз, ну, ладно, два раза в день, вот я просыпаюсь, нажимаю на claim hot, да, и собираю монетки. И вечером, там, когда ложусь спать, нажимаю на claim hot, не то, чтобы я спал 12 часов, да, у меня именно, ну, сбор монеток сейчас идет 12 часов, после чего, как бы, этот счетчик останавливается, да, и ждет, когда я нажму на claim hot. Вот, получаю я с этого 0.6 хота, то есть 1.2 хота в сутки. В принципе, неплохо, да, потенциал роста у него довольно высокий, вот, и ребята из Nero, они, как бы, не просто нам дают майнить вот эти монетки, да, как бы, они еще усложняют добычу, то есть, был халвинг, буквально, наверное, недели-две назад у проекта был халвинг, и его добыча усложнилась. То есть, если я, когда начинал это делать, ну, начинал майнить, то, там, на самых ранних этапах, на самом первом этапе нам давалось 2 часа, да, то есть, надо было раз в 2 часа claim hot нажимать, и мы получали 0.02 хота. То есть, сейчас, после халвинга, сложность добычи увеличилась, и мы получаем всего 0.01, то есть, стало гораздо сложнее. Я понимаю, что если вы не заходили в этот проект раньше, то сейчас будет сложно, да, как бы, надо терпение, надо целеустремленность, да, какую-то, что, типа, я это делаю, да, там, не знаю, можешь поставить себе таймер, что через каждые 2 часа заходить, нажимать, нажимать, то есть, по сути, нам надо нажать, сколько, 20 раз, чтобы, ну, в данном случае уже с данной, с данной прибылью, чтобы прокачать первый буст, вот, а бусты здесь тоже довольно банальные, то есть, вот у нас NER Multi Flipper, да, который у меня прокачан до последнего 6 уровня, он у нас увеличивает добычу саму, то есть, как вот, прокачиваем, и он увеличивается, ну, увеличивается сама добыча, то есть, например, вот мы за 2 часа добывали 0.1, 0.01 ход, да, то прокачиваем этот буст, и у нас получается уже 0.02, условно, да, как бы, я не помню, как там точно, но вот примерно так, то есть, он увеличивает количество добытых монет, да, а Титаниум сторш, стороге, блядь, мой английский просто пиздец, вот, он увеличивает время, сколько, сколько это все майнится, то есть, мы начинаем с 2 часов, я вот прокачал до 12, как бы, и больше мне не надо, мне несложно заходить раз в 12 часов, нажимать на кнопку, типа, отратить 10 драгоценных ходов, я не вижу в этом смысла, причем, всякие прогнозеры в интернетах, да, как бы, ну, их много сейчас, сами понимаете, вот, говорят то, что цена может быть, вот, кто что говорит, кто-то говорит, что один ход будет стоить 5 баксов, кто-то говорит, что один ход будет стоить 100 баксов, как бы, 100 баксов бы я, конечно, сразу не верил, да, как бы, возможно, в дальнейшей перспективе, через лет 30, один ход будет стоить, там, не знаю, 100 баксов или 1000, ну, неважно, да, я к тому, то, что верить надо в себя, да, не надо верить вот этим всем прогнозерам, да, мы просто это делаем, ну, я это делаю просто так, с верой в то, что все будет хорошо, да, я делаю, моя цель добыть как можно больше монет, любых, да, неважно, там, что это за монета, мне не важна ее перспектива, по сути, да, то есть, как потому, что никто не знает, сколько, что будет стоить, если вам кто-то говорит, что, кто-то говорит, что, не знаю, условно, там, биткоин будет стоить миллион баксов, да, то, ну, да, наверное, когда-нибудь он будет, а если человек вам называет точечную дату, то пошел он нахуй, я так считаю, то, значит, ему что-то от вас надо, по-любому, да, вот, или кто-то там за какие-нибудь там сканные монетки говорит, то, что они полетят, да, наверняка полетят, но не все, и не факт то, что какая-то, какой-то мем-коин, в который вы войдете, он полетит, да, как бы я, и у меня портфель мой основной, он вообще, как бы, распределен больше по различным фундаменталам, да, я, правда, не покупаю ни биткоин, ни эфир, да, ну, какой я человек, вот, у меня много, например, карданы, Матика, XRP, ну, я старовер, я просто, я заходил в этот, в, ну, не прям совсем старовер, да, я зашел в рынок в двадцатом году, да, там, если вдруг кому-то интересно, и я в эти проекты верю, то есть они тогда стрельнули хорошо, и, собственно, я думаю, стрельнут дальше, вот, хотя сейчас тот же проект Тон, да, блокчейн Тон, очень хорошо развивается, я прям смотрю на него и восторгаюсь, ну, в общем, ребят, на этом, наверное, мы будем с вами прощаться, вот, всем спасибо, кто досмотрел этот видос до конца, вот, всем лайк, всем лайк, мне лайк, вам лайк, подписочка на канал, да, я прям, вот, я в каждом виде, буду говорить, насколько я охуеваю с этого, то есть у меня до этого, я делал какие-то ютуб-проекты, начиная раз, лет 17 я пытался как-то залезть на ютуб, да, но никогда не получалось, да, ну, это все было связано, в первую очередь, с дефицитом контента, но сейчас не про это, сейчас дефицита контента совсем нет, вот, и я вижу просто от вас отдачу, да, вижу то, что вы пишете какие-то комментарии, кто-то меня ругает, да, кто-то не ругает, кто-то хвалит, спасибо вам, друзья, то, что вы есть, спасибо, что вы даете мне вот этот фидбэк обратный, обратный, или это не фидбэк называется, юбаный инглицизм, я уже, я уже не молод для этой хуйни, вот, ну, в общем, вы поняли, лайк, подписочка, комментируйте мои комментарии, свои комментарии комментируйте, видео-то тоже комментируйте, в общем, всем добра, давайте там, мира в сердце вам, и, ну, профитов, да хранит вас блокчейн.